Добрый день, дорогие друзья! С вами Евгений Гордеев из города Героя Смоленска. Друзья мои, вот на днях стало известно о том, что в девятиэтажном общежитии ОАО «Шарм» это смоленская трикэтажная фабрика, которая частично работает, а частично она погорела и пятиэтажный корпус, который выгорел, снесен. В этом общежитии девятиэтажном, видимо, уже мало осталось тех, кто работал или работает на этой трикэтажной фабрике и вот на первом этаже в комнате обнаружены голодные и неухоженные старушка, 78-летняя и ее 55-летний сын, который обездвижен, у него болезнь ног, оба инвалиды первой группы, бабушка, мамаша этого мужчины в связи с психическими заболеваниями, она несколько раз уже лежала в областной больнице психиатрической, в Гедеоновке ну а сын в связи с заболеваниями ног, оба инвалиды первой группы у этого мужчины есть дочь Анастасии, 30-летняя, то есть вот этой бабушке внучка эта дочь что вытворяет, она ушла, значит, раньше жила здесь, потом ушла к любовнику жить а 21-го числа ежемесячно приходит с паспортами вот этих своих бабушки и отца встречает на пороге работника, который разносит почту показывает им, что бабулька и отец живы и получает за них две пенсии и уходит но вначале она, значит, отдавала часть денег на продукты для них своей подруге, живущей в этой же общаге на седьмом этаже а со 2-го августа, значит, да и ключи давала и от этой комнаты а потом отобрала ключи, не стала давать деньги и вот со 2-го августа они сидели совершенно голодные без воды и пищи бабушка там разбила окна, ну, каким-то образом на первом этаже и ей там подавали, ну, продукты питания, воду подавали через окно воды нет, потому что в доме, значит, все испорчено все приборы сантехнические испорчены унитаз испорчен, значит, воды в бачке нет они там испражняются под себя бабка с этим сыном и вонь стоит дикая а потом девица это огромными гвоздями заколотила еще и окна чтобы, значит, не подавали им еду а устраивать их в какие-то учреждения социальные она отказывается, потому что, естественно, она говорит а я на что буду жить, если их пенсии, значит, не будет у меня вот, ну, пытались люди, значит в департамент ходили социального развития, значит, чтобы пристроить их в какой-то дом престарелых или инвалидов но там сказали, пусть сами приходят но как они сами придут? понятно, что не придут в полицию, полиция отсылает в этот самый департамент где так говорят но вот в конце концов в редакцию одного из средств массовой информации люди пришли соседи рассказали об этой ситуации журналисты побывали на месте сделали репортаж оттуда и в конце концов вчера, значит, вчера, буквально вчера все службы необходимые областные были в этой квартире было столпотворение просто это была и прокуратура и следственный комитет и департамент здравоохранения и департамент социальной защиты и полиция и так далее и тому подобное и решали вопрос и решили вопрос вчера их вечером к вечеру должны были забрать в медицинское учреждение где проведут полное обследование а за это время руководитель департамента социального развития обязалась значит, оформить на них документы в соответствующие ну, как они называются сейчас ну, закрытые учреждения то есть в какие-то дома для престарелых и инвалидов вот вот так вот делаются у нас дела значит в режиме ручного управления и я хочу сказать что чиновники действительно боятся только гласности больше ничего они не боятся а гласности боятся как огня они боятся что их какие-то делишки будут журналистами вывернуты наружу и показаны народу в таком виде нельзя приятном и я хочу сказать что только вот когда стало известно значит что Бастрекин дал команду своему своим следователям следственного комитета из управления по Смоленской области провести проверку и установить и привлечь может быть даже к уголовной ответственности тех чиновников которые виноваты в том что люди вот в таком опасном для жизни и здоровья состоянии находились только тогда вот видите зашевелились и зашевелились очень даже шустро ну и Бастрекин объявил что он взял на личный контроль судьбу этих двух престарелых инвалидов первой группы но это конечно непорядок когда в России ведь в России не одни эти вот два человека в таком состоянии значит и на всех так сказать Бастрекинах не хватит я хочу сказать что я даже вот позавчера проходя мимо помойки увидел там ковыряющегося в помойке человека с бородой такой с проседью вроде ничего так опрятно одетого но у него значит совершенно очень плохо действуют ноги он на таких не гнущихся ногах с палкой значит передвигается я спросил он сказал что я тоже живу в этом общежитии на пятом этаже вот в том же общежитии и там таких много в этой даже в одной общаге и я мне 55 лет а я обезножил я не могу ни ходить ни работать естественно а мне пенсию не дают значит ну не пенсию а инвалидность не дают я несколько раз попытался отправляют говорят иди отсюда никакой тебе инвалидности не положено но вы же обследуйте так сказать человека и решите положена ему инвалидность работать он не может никто его на работу естественно с такими ножками не возьмет да и он физически не сможет работать понимаете он значит еле еле дрыбает на этих ногах мелкими шишками устроить его никуда не устраивать ни в какие там вот эти дома для инвалидов что ему делать вот помойка остается он там на пропитание себе и какие-то значит ищет вокруг железки чтобы сдать хоть рублей двадцать в день на буханочку хлеба на полбуханки хлеба поиметь это страшно что в нашей стране значит такое обращение к людям ну а этих эти двое инвалидов первой группы я надеюсь уже устроены в эти вот богадельни как до революции называли и хотя бы будут иметь кров пищу и медицинское обслужение с вами был Евгений Гордеев из славного города героя Смоленска друзья мои не дай бог нам так сказать переживать подобное и слава богу что у нас есть те кто может о нас позаботиться это наши дети внуки и другие родственники спасибо за внимание всего вам всем доброго пока и нам всего доброго а доброе для нас это может быть выражено в том что вы вспомните что у меня есть приют для осиротевших выброшенных на улицу больных всяких кошечек и вот в последнее время четыре поступило новых питомцев в наш приют ну в нашу передержку очень красивые прекрасные две сиамских кошечки и еще один маленький котенок которого привезли из духовщинского района выброшенный на улицу чарли мы его с вашей помощью назвали спасибо он похож на чарли чаплина такой же и ходит так же как чарли чаплин чарли вот под каждым моим роликом есть атрибуты для того чтобы оказать такую помощь спасибо пока